юридически все обставлено грамотно да знаю что он у меня обставил грамотно я тебе не за это плачу более существенные зацепки есть по моим каналам не удалось узнать что секретном пункте завещание есть кровное родство братьев и сестер у григория олеговича не было поэтому осмелюсь предположить что речь идет о внебрачном ребенке ой то есть салон достался владимиру потому что он сын греши еще и секретно бред да какой он сын самая близкая степень родства это собутыльник с подъезда сожалению это все что мне удалось узнать нет хотя криша все время говорил о менделе мендель то мендель все вот и придумал себе на старости лет историю про сына господи это конечно всю жизнь головой кирпич это разбивать да нет же все сходится мендель знает что он не сын мы знаем что он не сын а в завещании написано что он он сын вот он и носится вокруг салона потому что понимает что прав у него вообще никаких носится нас оттуда выгоняет не пускает потому что отжать хочет потому что продать хочет потом нормально без головников не знаю я бы также поступил да да еще и адвоката гриша в долю взял так как нам этого авантюриста вывести на чистую воду ну если вы сможете провести тест и доказать что мендин владимир валерьевич не является сыном вашего покойного мужа у вас есть неплохой шанс осподит завещание восстановить справедливость так сказать так котик ты понял оторви от этого бастарда кусочек любой сделаем тест пап все нормально полчаса уже заседаешь до руки давайте сейчас вылетаем а вообще знаешь давай на метро машку с дашкой закинуть сможешь получится ладно пап все нормально да кроссворд сложный попался камень у вас пошел владимир валерьевич помните как сухогруз суетский канал прикрыл вот у вас тоже самое мы симптомы сняли но причина осталась камень может начать двигаться в любой момент поэтому вам сейчас покой необходим полежите у нас денечек снесете нам камешек выпишем денек но денек можно вы главное воды побольше пейте чтобы процесс быстрее пошел договорились ну шуруйте по школам садам дед вечером вас заберет ой а мы уже отпросились иногда нужно отдохнуть денек провести время с семьей будем нести караул у постели престарелого отца а я уна взяла ну здорово да алё владимир беда казанский напился кто александр казанский фотограф наш ему пить нельзя выпить рюмку и случайно водки хлопнул коснулся в парке без фотоаппарата а на фотоаппарате была свадебная фотосессия а жених как назло из администрации если фотографии не найдем все проблем не оберемся хоть сегодня закрывайся понял скоро буду папа ты куда-то собрался в салоне проблемы помощь нужна срочно точнее лени что это за рысарство такое с больничной койки сбегайте подвиги совершать а мне ладно нравится она у меня зуб на сладости поменяла а папа изолины перестал смешные пиджаки носить большинство за я очень рада только камень против ну с камнем я договорюсь оба оба ну все в порядке я вообще не понимаю зачем меня в палату положили может перепутали с кем в общем так вы тогда пока здесь побудьте а я скоро договор ну что ты как ты походу подорвался куда-то а дети с ним тут видимо остались ладно черт с ним с этим энделем все равно дети родная кровь добыть мне ногти и хволы все что угодно добыть хорошо согласен после такого позора только яд и остается давай без драмы пей это чтобы колго пешки легче стало мой рецепт проверенный до дна до дна вы мой хумир не имея чести знать лично александр владимир рецептик не оставите сначала стулья потом деньги рассказывать что там на свадьбе случилось так последнее что помню невеста перекатывала жениху яичко из штанина в штанину перекатывала значит перекатывала я захотел выпить воды воды а и все что за на весах захватывающая история не волнуйтесь лена сергеевна еще порешаем анатольевич ну это не может быть шапкой мономаха может шапка мономаха уже тысячу лет в кремле мне хватило знаешь что твоей настоящей монолизы которую ты прошлый раз принес валер дай пятерик а трубы горят нет валер хочет и за счет эти два куска метеорита принесу настоящих у меня тестью два куска в огород упала правда валер один иди иди спасибо я тебе завтра принесу валер да алё пап слушай у тебя там контакты на радио рынке остались поспрашиваю пацанов фотик никто не приносил никон 50 мегапикселей до 100 50 пускай забудет чем порованный фотоаппарат найти ясно есть идея понимаю не от хорошей жизни но костюм и платье они брали на прокат у нас такие же значит фотосессию можно и переснять а голову потом при фотошопить да ваш жених из администрации даже не заметит в общем нам нужно две модели тела так сказать и ваш кажется подходит и ваши евгения владимировна go to the skate park там сегодня открытый урок помнишь хорошо сказал тут ждать уверена вы отлично сами справитесь не волнуйся скейт самое травмоопасное занятие их скоро привезут обратно за ну да другого варианта нет не хочу изображать невесту я еще раз прошу прощения за свой поступок но это лучшее решение и нам очень повезло что вы похожи на невесту похожи то я в этом как-то все нелепо выгляжу я по вашему лицу вижу что что-то не так ну скажите хоть что-нибудь у меня аж во рту пересом так давайте порепетируем жених обнимает невесту так встаем это же не ваза в эрмитаже работаем в партерии полный контакт ну я не знаю нужно как-то расслабиться пожалуйста а ты способная мне первый год я за рулем у тебя чё лишний фотоаппарат есть ну разве что для дела я делаю ну где у них съемка проходила кусковая или архангельская туракова что за парк такой этнический давайте я вам помогу а вы тот самый немой но тогда вам на гастро и колоноскопии я вас доставлю я вас быстро доставлю можете не благодарить вы же не мой ну вот наш вчерашний реквизит александр вот вы специально свадьбу выбрали чтоб фотик потерять значит так говорить что делать нужно так берем ленты и тянем в разные стороны невеста чуть назад а смысл в этом какой смысл определить кто будет главным семье за кем буренка пойдет тот и главный владимир что с мелкой моторикой вы же венок плетете они узлы на парашюте завязывать у жениха кстати вчера был аккуратный еще раз так теперь фото на фоне поля значит они стояли взявшись за руки и восхищаемся владимир восхищение как бы да а скалопоссума ну голов то видно не будет да тело может выразить лучше любой головы если мы чем занимаемся искусством или самодеятельностью я не удивлю что нас аппарат потерял я удивлю что у нас свадьбе не убили так замерли замерли сейчас общий план лена сергиевна естественно говоря не ожидал что вы так приспособлены к деревенской жизни ведь каждое лето бабушки в деревне проводила был не летний ухажер каждый год одно и то же время приезжали и гуляла с ним все лето потом в какой-то момент деревню стало неинтересно ездить ездила только из-за него я думала он тоже из-за меня есть а потом бац женился уехал и нет его александр что у нас дальше по плану покатушки на лимузине а где лимузин так у них наверно они же на все выходные брали и как мы на нее уедем наш проказ звонить погодите погодите лена сергиевна чё за зря людей тормошить машину вскрывать мысли заводить это же как на велосипеде кататься один раз ночью сыт на всю жизнь чё стоите на сторонах смотрите лена сергиевна давайте погнали погнали да вы что это же угон какой угон машина на вашу фирму арендованной считайте что взяли покататься давайте давайте а вы владимир александрович стесняюсь спросить где такие навыки приобрели а вы не стесняйтесь спрашиваете у нас в учебке генеральская волга стояла так вот мы наспорье скрывали девок катать по ураганили значит ураганил но сейчас полный штиль дочки подрастают я все хотела спросить а мама ваша где мама да я и мама и папа и все на свете ну чё куда дальше а куда все дороги ведут в загс да чёрт загс лена сергиевна не кукся грустных замуж не берут знаете вы кого берут а кого нет лена ты так прямо отреагировал как будто тебя у загса бросили ну извини я штаб чистый разговор поддержать да ничего страшного ну александр можете там не семафорить да это и никакая не тайна был у меня один жених да сплыл прям перед росписью неприятно конечно но ничего страшного до свадьбы соживет а чего же вы свадьбами занимаетесь если вы их не любите а кто сказал что не люблю я такие свадьбы организовываю что ни один жених не сбежит лена сергиевна да я последним дураком был если бы такой невесты как вы сплазанул правда а знаете владимир валерьевич это была неплохая свадьба пусть и не настоящая что страшно стало нет просто вспомнил и дело одно важное отъехать надо вы тогда ждите здесь чтобы не скучно было сейчас шампанское дам где-то в машине было да не хочу шампанского дайте лучше воды опять у меня свадьба срывается в последний момент лен ну серьезно делюга важная я ненадолго зуб даю акулий ленадолго ну акулий м акулий 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 Давай. Все. Теперь можете идти отлеживаться и помните, что, главное, покой. Ага. Сейчас доженюсь и сразу на покой. Так. Давай немой. У меня смена закончилась, так что... Все. Пойду я. Рад был поболтать. Ха-ха-ха. Я уже был на процедуру. И, кстати, я не немой. Упорство – вещь хорошая. Только вот помимо упорства солдат должен иметь навыки смекалки и тактическую мудрость. Чего? Керлинг любишь? А? Предположим, любишь. Е-е-е-е. Нет-нет-нет-нет. Нет-нет-нет-нет-нет. СИРЕНА СИРЕНА уныния. Прошу. Согласны ли вы, Юрий, взять в жены Полину и любить ее в богатстве и бедности, здоровье и болезни, горе и радости? Да согласны они, согласны. Видишь, какие нарядные. Друг, можно тебя? Да простите, кто? Выручай, брат. Я наши с ней свадебные фото потерял. Она думает, что розыгрыш. А если узнают, то все. Конец. Будет у меня не семейная жизнь, а гауптвахта. Да нам всего пару снимков сделать. Дальше я уж сам выкручусь. Ну, ты, конечно, камикадзе. Но уважаю. Две минуты хватит? Конечно. Ну, что ж, давайте поддержим молодых. Так, встаем на места. Встаем друг напротив друга. Ага, взялись за руки. За руки взялись. И поцелуй. А без поцелуев нельзя? Нет, ну, конечно, можно и без поцелуя. Но какой-то осадочек останется. Горький. Да почему горький-то? Нормальный осадочек. А я говорю, горько будет. Горько! 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 Стоп, 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 стоп! Так, это не поцелуй. Это какое-то пионерское приветствие. Нужен нормальный поцелуй. Поехали. Еще раз сначала. Горько! 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 Вам бы только коров перетягивать. Я так понимаю, дубля не будет, но фотки огонь. Отлично получилось. Есть из чего выбрать. Даже не отличат от настоящих. Спасибо. Он меня спросил, люблю ли я Керлик. Потом... Ты достал, что я просила. Вон там бутылка, из которой он пил. Ну, что же. Мендин Владимир Валерьевич. Узнаем о вас побольше. Ну, как? Я же говорил, получится. Верю, что получится, но не получилось. Вы еще поколдуйте, пожалуйста. А я с женихом поговорю, постараюсь неделю отсрочки взять. Ну, чтобы вы до ума довели. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Это Елена из «Октавии». Я по поводу фотосессии. Не поверите. Как раз хотел вам позвонить. Фотографии замечательные. Я тоже переживал. Фотограф у вас, конечно, человек творческий. Вы ему выговор-то сделаете. Подождите. Вы уже видели фотографии? Ну, он как выпил в конце мероприятия, отдал нам флешку на сохранность. И исчез в неизвестном направлении. Я уже хотел ругаться, но такие фотографии хорошие. Он, конечно, художник. Понимаю, почему вы его не увольняете. Ладно, спасибо, что позвонили. Долго говорить не могу. У нас тут лимузин угнали, дружок пропал. Вот сейчас я и разбираюсь. До свидания. Спасибо за доверие. До свидания. Ну, вот, собственно, ваши опасения подтвердились. То есть... Сын? Не совсем. Человек, пивший из бутылки, с вероятностью 99,8% является дочерью вашего покойного мужа. Серые улицы города Напоминают всегда о том, Что без тебя в мире так холодно О тебе думаю ночью и днем Как же так глупо и просто Я потерял и не смог вернуть То время, когда я был возле тебя Вспомнил опять и теперь не усну Я к тебе цепью прикованный Но смотрим мы в разные стороны Я помню момент, как расстались легко Ты была здесь, а теперь далеко Я к тебе цепью прикованный Но смотрим мы в разные стороны Я помню момент, как расстались легко Ты была здесь, а теперь далеко Субтитры сделал DimaTorzok Под одеялом моим теплом Я вспоминаю твой голос Ты позвонила Я тебе цепью прикованный Но смотрим мы в разные стороны Я помню момент, как расстались слегка Ты была здесь, а теперь далеко Я тебе цепью прикованный Но смотрим мы в разные стороны Я помню момент, как расстались слегка Ты была здесь, а теперь далеко Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...